Новый формат обзоров на кино, передача Киноспринт. Киноспринт от сети фильмов за 4 минуты. Бодрая подача материалов, внимание к предпочтениям подписчиков. Шутки когда надо, когда не надо, еще несколько раз. Ссылка понадобится и в описании. Привет! Боже, что так темно? Что происходит? Я это тебе за то, что так припозднился с марафоном, больной рыжий ублюдок. Пока не отыграешься, не вернешься в настоящее. Эм, а в этом вообще есть логика? Заткнись, я тут главный. ЗАСТАВКА! Хм, что-то я вообще не врубаюсь, что происходит. Видимо, вам придется послушать этот странно большой выскаженный голос. Иии, а мне остается объявить о том, что настало время трэш-марафона. И в этот раз я выбрал весьма интересную тему. Российское телевидение! Ха-ха-ха! Ну да, российское телевидение это убого, промывающие мозги и попросту бездарно. А главной приправой в этом супе из мочи являются русские сериалы. И в свое время меня зацепил шедевр от Первого канала с бюджетом 100 рублей! Актерами за 100 рублей! Зато с годными рейтингами, раз этому высеру уже 8 лет! И он до сих пор идет на голубых экранах. Забудьте о настоящем детективе. Гоните сраку Матти МакКонахи в помойной за храм Абуди Харльсона. Ведь у нас есть достойная русская сериал Детективы! Красивый, стильный, гротесный, мрачный, изощренный, с превосходными актерами, а так... Поедемте, я вам сейчас все покажу. Кого я обманываю? Ну что ж, поедемте прямиком по ухабистым дорогам российского телевидения. И посмотрим несколько серий из этого великолепного сериала. Погнали! Итак, фильма точнее, сериал запузырился. Поворачивайтесь! О да, приступы смеха меня уже на заставке поразили, но это не главное. Центральный персонаж у нас два друга детектива. Один усач, больше смахивший на маньяка педофила, а второй просто мистер невзрачность. Посмотрел на его физиономию и через 10 секунд забыл. Собственно, сюжеты в каждой серии разные, ибо для наших педерастов ежедневно детективное агентство поступает новое задание. И каков же будет саспенс данной рандомной серии? Простите, пожалуйста, вы Лукин? Да, что такое? Понимаете, они говорят, что он погиб в авиакатастрофе. Да, собственно, как вы успели заметить, оператор у сериала Карлик. Теперь понятно, через что проходил Питер Динклэч в 96-м, дабы сейчас забраться на Олимпо Голливуда. Тем самым самолетом, который разбился пять месяцев назад под Владивостоком. Собственно, рандомно прибегает к главным героям некая дама. Говорит, что муж погиб в авиакатастрофе пять месяцев назад. А гудки проходят. О, боже мой, расследуем это дело. Воспользовавшись новейшей компьютерной программой, детективы установили местонахождение телефона. Вы что, серьезно? Это обычная картинка с гугломапой. Каким макаром по одним гудкам можно определить местонахождение звонившего? ЦРУ просто соснуло. Меня как будто в лагину засунули. А теперь. Настало время мудацка переигрывающих детей. Я знаю, вы поэтому соскучились. У тебя его мобильный телефон, и нам надо знать, где ты его взял. У меня папа таксистом работает, и у него кто-то оставил его. Папу не разрешают брать только на звонки, которые я знаю. Угу, понятно. Мне понятно лишь то, что режиссеру было лень снять еще один дубль, чтобы малой не запинался. Рожает она. Прорезли в ближайшую больницу. Угу, понятно. Лебедева опознала почти все входящие звонки, кроме двух номеров, которых она не знала. Попробую. Чувствуете, как музыка вам давит на очко? Кажется, обосрался. Никто трубку не берет. Чего же там выяснять? Выследите этот номер и дело с концом. У вас же есть офигенный оборудование. Да, я помощник частного детектива. Маша попросила выяснить, что стало с ее мужем. Вы знаете, разбился Андрюха. Маша себе место не находит. И вам это подтверждение понадобилось пять месяцев спустя? Так и ДЦПшная жена очухалась лишь только через пять месяцев. Что за слоупочные москали? Отцом этого мальчика с телефоном. Он узнал Андрея. Выходит, Лебедев не летел тем рейсом. И на момент катастрофы был жив. Вот это повар... Не, не, это уже слишком заезжено. Родила она на днях. Любовник у нее, знаете, такой красивый мужчина был. Ну, женат. А потом погиб он трагически в авиакатастрофе. Что здесь такое? Дырка в сюжете. А вы не знаете адрес дачи? Как же, знаю. Это по загородному шоссе. Да давайте я вам сейчас объясню, нарисую, вам так понятнее будет. Да-да, давайте я вам напишу адрес, дам пин-коды от всех кредитов. Дам ключи от квартиры, я вас впервые вижу, но вам можно доверять. Да она хочет получить наследство. Каково говорить с губами, которые весят пять килограмм? В общем, любовница разыгрывает фрегит на удивление, когда узнает, что пропавший любовник жив. И наши герои копают дальше. Я хочу отказаться от расследования. Среди вещей пассажиров самолета того рейса, оказывается, есть вещи Андрея. И я познала. Чё? Всё? Ну ладно. Поехали к клиентке. А что, нет? Блин. Герой приезжает к заказчице, видит тачку бывшего партнёра пропавшего. Заказчица специально опознала его мёртвым, чтобы побыстрее получить наследство. Плюс изменяет мужу с коллегой. Бабы зло, дело закрыто. До свидос, а... Да что за... Упёртый усач? Где Андрей? Я же вам сказала. Что вы мне сказали? Я точно знаю, что Андрей находится в этом доме. Ага! Суровый, дерзкий, пушистый. Давайте, давайте. Пам! Опустите меня! Если бы я хотел убить, убил бы её давно уже! Откройте глаза оператору, который не видел свои тени на волосах героини, чёрт возьми! Сумасшедшая стерва! Что ты наделала? Ты понимаешь, что я не смогу простить тебя? Ай, сколько эмоций! Если б странная губастая баба выдержала вас в плену 5 месяцев, то реакция могла бы быть более бурной. И он что, всё это время был приколан наручниками? Его рука там не отсохла? Утром я проснулся, прикованным к батарее. Она выпускала меня, конечно, но до телефона, к сожалению, я так и не смог дотянуться. Ты дебил? Нет, серьёзно, вы только вслушайтесь. Она выпускала меня, конечно, только я не смог до телефона дотянуться. Ты полный дебил! Ладно, неважно. Эпилог. Бабе, естественно, простили похищение, а она сына недавно родила. Арина растит сына, Андрюшку-младшего. Андрей часто видится с сыном, однако Арину избегает. Что? Как можно видеть грудного сына и при этом не видеться с его матерью? Ты полный дебил! И... А, мать твою! Ладно, вторая серия, зажжём, сучки! Итак, серия номер два. Опухший Альфонсо Куарон пробирается с ботинками по балкону к соседу. И сетует, что его муж любовницы выгнал. Вот я у вас, слышите? Вот, вот, рядышком они до сих пор скандали. Слышите? Я спрашиваю! Когда они подозрят? Только звук скандала, звуковики включили после того, как герой сам это сказал. А Ирина пропала. А раньше такое случалось? Да никогда! У нас дружная семья. Мы любим друг друга. Ирочка бы ни за что. Никогда. У-тью-тью-тью-тью. Алексей Насунов понял, что пропавшая Ирина Антипова та самая дама, от которой бежал по балконам его недавний ночной визитёр Николай Ветров. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. У Иристики много поклонников. Я даже не знаю, что она во мне нашла. Как что? Ты же снял гравитацию узника с Кабана. Ты понимаешь, тут такая... Ваня представился другом семьи Антиповых. Рассказал, что они вместе отдыхали в пансионате. Якобы он хотел передателить... Такой диктор суфлирует то же самое, что и происходит на экране. Он читал обзор, когда шел дерьмовый сериал. Заткнись! У меня смена через пять минут. И вообще, что ты тут делаешь на служебной территории? Другой семьи. Это Джеймс Бон по нулипанию жучку Мы у подъезда Дурманова Я думаю, что вы должны поговорить с Ириной И убедить ее, расставить все точки над «и» в отношениях с мужем Я? Да с какой стати? Что случилось? Валера, что здесь происходит? И кто эти люди? Бред какой-то Господи, ну когда же она оставит нас в покое-то? Феллини набирал своих людей буквально с улицы Чтобы те показывали в его фильмах неподкупные, неподдельные эмоции Режиссер детективов решил поступить так же Ну что ж, честь тебе и хвала, чувак Не смотри на камеру И еще вот Это что? Это я нашла в ящике рабочего стола Ирины Воу-воу-воу-воу, женщина Во-первых, ежедневник был не в ящике, а на столе И сей книжечкой явно имеет свойство хамелеона Как и твоя одежда, мать твою Ту В общем, девушка пропала Ее место нахождения никто не знает Подозрение, что у нее был любовник-работодатель И он убил ее А еще Держитесь Что стрястлось, это Адипа взвалил? Да Ирину Адипову убили Сегодня утром ее тело в реке нашли рыбаки А, ну ладно, дело закрыто Молодец Жди меня там, я сейчас подъеду Блин, какие же вы неугомонные У вас что, шило в жопе? В общем, они расследуют Дико увлекательно Но, собственно, вся история идет к ебаням Поскольку сыщик слышит радиокультуру И догадывается, что убийца Куарон Поскольку он работник на канале Культура Трах-бабах Что здесь происходит? И кто эти люди? Фу, блин, едем дальше Серия номер три Мне частного детектива Здравствуйте, я Алексей Насонов Проходите Нет Не сейчас Че? Алексей Викторович Оказывается, все-таки к нам Пригласи, пусть проходит Я больше не могу Угрожает физической расправой Понимаете? Приходят письма Взгляните сами Нафига ты одел перчатку И берешь конверт другой рукой? Что за говно? За все, что ли, тупорылый? В общем, к детективу приперлась жертва Которая ноет, что ее кто-то там преследует Звонили по телефону Такой страшный голос Он сказал Слышал, ты любишь шастики? Что у вас? Нет ни одного отпечатка на самих посланиях Все отпечатки поверх конверта Ничего, что даже сам детектив хватал конверт Своими гребанными руками, сука Иван, отсканируй вот эти послания все Хорошо Вам риотов, тихо Монтаж просто, бу Ну ясно, спасибо вам большое Ты там ждешь команды, когда надо идти? Да выходи, не стесняйся Надо стесняться Это на сколько градусов надо развернуть свою башку Чтобы прочитать, что там написано Нять, нять А за что вы уволили таракана? Довел себя безобразно Представляете? Сказал покупателю, что шоколадная паста сделана из Мне к столу будет сказано Сериал детективы, кстати, тоже сделан из Ну Мне к столу будет сказано Давайте включим воображение Потряси Ну и чего? Ну тряси, тряси Ну чего? Тареутова к домашнему не подходит Мобильный не берет Так, продолжай звонить в дверь Это что за гениальная склейка? Это... это... Вера Анатольевна, вы не возражаете? Мы подключим к вашему телефону Маленькое записывающее устройство Да, конечно Здравствуйте А нельзя просто звонок прослушать Как это делают нормальные полицейские гении? Почему ты ненавидишь детей? Ты будешь использовать свой подгузник? Я уже практически плаваю Ты думала, это тебе сойдет с рук? Вот тю-тю-тю-тю Да, я провожу Здравствуйте Здравствуйте, Борис Сергеевич А вы не видели, кто только что из подъезда выскочил? Подозревайте всех, кого угодно Но чтобы это был не муж Откуда у нее эта камера торчит? Она должна наклоняться, чтобы такие синхронные крупные планы брать Она оканчивала операторские курсы по скрытой съемке? Боже! Вот это послание в адрес Бориса Ревутова единственное Сделано фломастерами Краской не пользовались Неаккуратно забрызгана И аккуратно зацензурена Пока моя помощница Юля ждала вас на проходной Вы смастерили совершенно другое содержимое для этого конверта Да, это все сделал я Да, да, как неожиданно, как внезапно Да-да, иди нафиг, дело закрыто Серия номер 4 Неделю назад Мы договорились с Тамарой Пробежаться по распродажам Но вы знаете, сейчас Дело в том, что Тамара не пришла Понимаете? А кстати Вот, подождите И у всех с собой фотографии В общем, у этой бабы пропала подруга Причастна к пропаже Подозревается ее друг француз И... А-а-а Тайна черного квадратика вновь открыта И так, наши нинзи пробираются к дому под... Выяснилось, что Андрей Кивко частным образом подрабатывает... Нет, я не буду шутить про свадебную лазу Убейте меня В общем, он не похититель, а просто мудак. Основное внимание падает на некого знакомого француза. Здравствуйте, уборка номера. Ну наконец-то, девушка. Давай только поскорее, а то у меня встречу через полчаса. Встретите через полчаса. Хе-хе-хе, я не могу. Да? Но он же мог сбежать? Да никуда он не убежит. От русских женщин не сбежишь. Как от первого канала их сериалов. Ну да ладно, обычно дьявол кроется в деталях, и героям не получается найти некую Тамару. А что если сам француз и есть Тамара? Я это пошутил, но неужто создатели это сделают? О, черт возьми. Это там! Как вам такой ход, а? Я, конечно, нахуй переоделся. Обычно выглядит более эффектно. Ты больной. Озабоченный. Извращенец. Боже, баба, ты столько лет не замечала, что твоя лучшая подруга мужик. Что с ней что-то не так. Ты с этим сериалом вообще что-то не так. Я больше не могу. Фу, к черту это говно. Приговор. Ой, какая ж это всё хуйня. Боже, этот сериал сосёт. Он убого конвейерный, отвратительный, сюжеты однобокие, огромная куча браков и переигрывающих или недоигрывающих актёров. Как это ты вообще попал на первый федеральный канал? Хотя нынешняя телевизионная сетка первого канала меня совсем не удивляет. Всё, идите в жопу. А свою часть я выполнил. Обязательно напишите в комментах обзор, какого следующего российского ТВ-висера мне сделать. Ибо этого канала кругом столько, что глаза разбегаются. Надеюсь, вы меня выведете на путь истины. А ты, да, да, ты, от футболь меня подальше. Ах, подавись. Ах! Эм, уже хоть что-то. Так, в общем, всем спасибо за внимание, вступайте в группу и всем пока, жду ваших предложений. Эх, эх, фу, где мой боярышник? Ну, когда же она оставит нас в покое-то?